Начнется война. Я не удивлюсь, если голубые береты будут стоять у меня в Белом доме. Объясни мне, как это было здесь, в аэропорте. Бабушка, дедушка, не ругайтесь, я тут. Вы видите, здесь в основном такие повреждения от артподготовки, от градов и так далее. Ну как, был бой, да? Как обычно. Я не знаю, как это объяснить. Стреляли! Подиски есть? Что? Есть. С моей группой лично человек погиб. У меня сосед по дому был ранен. Три дня назад у нас... Я живу в соседнем доме, мой сосед. Трехсотый. Чувак, два, три... Трехсотый. Трехсотый. Так, давайте кто-нибудь... Это самое, об этом вторую встречу. Ну вообще, в нашей ситуации здесь. Я с пулеметом не пойду. Я считаю, что это такой серьезный прорыв. Успех, успех армии. Ты в ушку опусти маленько. Все будет хорошо дальше. И считаю, что у вас уже есть победа. А? И считаю, что у вас уже есть победа, вы уже победите. Нет, 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 нет. Еще очень много предстоит сделать. Победа вот в этих людях. Вот в этих людях победа будет. И вы мне. У вас будет победа. Привет, брат. Мы вернемся с победой. И во всем этом прикрываю вас я, ребята. Ребята, как с Россией? Все. Все здесь с Россией. Практически. Ну вы добровольны или... Да, да, да. Добровольны. Мы сами все купили, приехали сюда и помогали. Ну, кроме пулемета, конечно. За свои деньги. К сожалению, они не продаются. Я бросил высокооплачиваемую работу. Приехал сюда. А чем занимался? Ну, я руководитель предприятия. Еще и программист. Так что... А как можно на это смотреть? Знаете, я Беларусь по национальности. Мы зашли, очень много людей убиваем. Мы давали присягу защищать русский народ. Мы присягу выполняем до конца. Неважно, где этот русский народ. А тебя убивали моих, по сути, русских? Здесь. В Австралии. Знаете, ребята, если нападаете на русский народ, у меня есть 500, сука, аргументов против этого. Так что простому гражданину этого не понять. Это состояние души. Почему вы присягу давали? Это же русский. Я защищаю. А как настроены сегодня? На победу. Как всегда, е-мое. Победу. Только на победу. Сейчас едем на перекресток Лугарска и аэропорта. Для того, чтобы не было здесь параллёсов. А уже и случаи есть, да? Конечно. Ну, есть случаи. Случи есть всегда. Люди разные. Двоём, скажите, встретим. Один характер, кто-то другой. То есть, поэтому здесь это всё как-то обострено. Понимаете? А украинские солдаты, как они делали? Как приороны украинские? Они бегут. Я вам честно скажу, да. Два дня назад приезжал украинский парень. Украинский десантник. Да, я сам... Сейчас я вам покажу. Ай, наверное, не покажу. Я покажу, я покажу. Они подарили нам шевроны. Да. То есть, они сами воевать не хотят, реально. Солдаты, именно солдаты украинской армии. Вот. Солдаты украинской армии. Попросили, просто попросили у солдата. Так как мы сами десантники в прошлом. Ну, хотя бывших десантников не бывает, да? Не бывает, да. Попросили просто подарить шеврон. И он с удовольствием подарил нам. А в Украину давят. Давят. Потому что... Воевать некому. Наёмские это одно дело. А когда твоей семье угрожают, ты обезтизать не пойдёшь. Вообще, меня не понимают. Всё, поконим. Геноцид славянского народа. Это неправильно. Всё, поехали. Зомбируют их. Зомбируют. А что за каналы? НТВ. НТВ? НТВ привет. НТВ привет. Россия, Россия привет. Дай скажу её. Подожди, братан. Жене хочу передать огромный привет. Я хочу передать огромный привет. Мама, привет тебе большое. Светланка, солнышко, привет. Я живой. Мам, прости то, что обманул. Сестрёнка тоже. Всё хорошо. Бабушка, ты понимаешь теперь то, что я не учусь. Прости. Сними сюда. Отключай. Ага. Стой. Я за тебя переживал. Спасибо. Маме, папе, привет. А вы смайлик сняли? На броню все, я говорю. Смайлик, разрешали. В России всем привет, мама, папа. Люблю. Дочка тоже сильно люблю. Скоро буду. Спокойно. Смайлик сняли? Аста луэку. Будь нас сеньоров. Аста луэку.